Похоже, в ближайшее время все новостные эфиры будут заполнены информацией о Ксении Собчак. 9 октября Ксения попала в смертельное ДТП, виновником которого стала машина, в которой она и находилась. Как всегда и бывает, на Ксению тут же повалился шквал гневных комментариев. Ну и, конечно, многие посчитали важным высказаться по этому поводу. Прямо сейчас я расскажу о том, что же случилось 9 октября и как на это реагируют публичные люди. С вами в реках, погнали! Автомобиль, в котором ехала Ксения Собчак, попал в аварию на трассе между Адлером и Красной Поляной. Информацию о происшествии подтвердила сама телеведущая. По данным информагентства, ДТП погиб один человек, второй находится в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля Собчак стал фигурантом уголовного дела и, как сообщают российские СМИ, признал вину. Авария произошла вечером 9 октября. Автомобиль Mercedes S500, в котором на пассажирском сидении находилась Собчак, во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen, сообщил ранний Интерфакс со ссылкой на источник. Агентство сообщило, что во втором автомобиле находились три человека, один из них погиб на месте. «Я была в машине, машина не моя, как и водитель. Я не подгоняла водителя, конечно же. Никто из нас не подгонял. Во время поездки я общалась по работе в Zoom, и есть запись того, как я это делаю. Это было конкретное личное решение водителя. Это правда», — написала Собчак в своем телеграмме. Ранее в социальных сетях стали распространяться слухи, что водитель пошел на опасный маневр, поскольку телеведущая его торопила. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прокуратуру по Краснодарскому краю, водитель Собчак признал вину в ДТП. Он признал, что он выехал на полосу встречного движения. По факту, в настоящий момент причиной следственную связь он называет. «Он выехал на полосу встречного движения в связи с чем произошло ДТП», — сказал собеседник агентства. Собчак утверждает, что после столкновения она потеряла сознание, однако впоследствии от госпитализации в Сочи отказалась, чтобы вернуться домой. Директор Ксении Собчак Сергей Суханов в беседе с агентством ТАСС сказал, что ведущая готова помогать пострадавшим. «Мы сегодня получили контакты потерпевших», — сказал собеседник агентства. «Выйдем на связь с мужем погибшей. Он сегодня прилетает в Москву. Родные второй пострадавшей приедут завтра. Всем будет оказана помощь», — сказал он. Хоть объективной вины ведущей нет, многие комментаторы почему-то настаивают на том, что подвергнут Ксению уголовному наказанию и даже сравнивают это происшествие с аварией Михаила Ефремова. Вот что по этому поводу говорят юристы и адвокаты. С юридической и моральной точки зрения Собчак ничего не нарушила, поэтому все предъявляемые к ней претензии несправедливы, — сказал журналист и блогер Максим Кононенко, комментируя утверждение телеведущей Ксении Собчак о том, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать нового Ефремова. «Поведение Собчак после ДТП не было ничего общего со случаем Ефремова. Она была пассажиром автомобиля, а он сидел пьяный за рулем», — отметил журналист и блогер Максим Кононенко. По его словам, бурная реакция и даже травля, начавшаяся в соцсетях и в отношениях Собчак, — совершенно несправедлива. Формально она не была участником этого ДТП, так как она пассажир. С юридической и моральной точки зрения Собчак ничего не нарушила, поэтому претензии, которые ей предъявляют сейчас, необоснованные, уверен Кононенко. Конечно, если бы она осталась на месте ДТП, бегала бы и переживала тогда, возможно, она снискала бы какое-то одобрение со стороны людей и даже заработала орел героизма. Но она этого не сделала, и в этом нет ее вины. «Видимо, существует группа людей, которым захотелось воспользоваться случаем и поддеть Ксению Собчак, так как она многим насолила», — резюмировала собеседник. Ранее телеведущая Ксения Собчак выступила с утверждением, что после смертельного ДТП из нее якобы пытаются сделать нового Ефремова. «По поводу фейков, связанных со мной, я о порядочности свой адрес даже просить не буду. Знаю, что бесполезно доказывать, что я не верблюд, шайки комбинаторов, которые решили назначить меня на роль нового Ефремова, не буду», — написала Собчак в своем телеграм-канале. «Так, например, поддержали Ксению и пожелали ей выздоровления. Рита Дакота, Инстасамка написала в комментариях, «Выздоравливай, любимка, ты нам очень нужна». Поддержку выразил и парень Инстасамки, написав коммент, «Ксения, держитесь». Нателла Крапивина, бывший продюсер Лободы и многие другие звезды также поддержали Собчак. Были и те, кто отнесся нейтрально. Дочь пресс-секретаря РФ спросили, как она относится к ситуации и считает ли Ксению виноватой. Многие россияне уверены, что она попросила водителя выехать на встречную полосу, чтобы быстрее добраться до аэропорта. Но журналистка отрицает гипотезы. Ее слова лишь слухи из интернета. «Пескова придерживается нейтральной позиции. Она не может винить или оправдывать людей без нужной информации. Я не берусь судить, не обладая полным набором инфы», — говорит она. Боня тоже отреагировала в сторис. Она и заявила, что не хочет хайпить на этой теме, потому что на месте Собчак мог оказаться любой. «Я не понимаю лишь одно, зачем выезжать на встречную полосу, если это может отнять жизнь людей», — все же добавила бывшая участница Дома-2. Высказалась и заклятая подруга Собчак, Тина Канделаки. «За последние двое суток мне пришло какое-то невероятное количество запросов с просьбой прокомментировать аварию, в которую попала Ксения Собчак. Травить Ксению, как это делают многие, я не буду. Уверена, сейчас она понимает, что автомобильная авария — не повод для иронии, мести и упражнений в остроумии». Обращу внимание на то, что имя погибшей Екатерины Тарасовой звучит сейчас куда реже, чем имя Ксения Собчак. «Само по себе это безжалостная характеристика современного информационного поля. Эмпатия, искреннее сочувствие все сильнее уступает место желанию собрать клики на человеческих трагедиях. Пиар на крови — это низость. Я желаю скорейшего выздоровления другим пострадавшим в этой аварии, которые получили серьезные травмы». Метафорам про эффект бумеранга сейчас не место. А вот Лена Мира, конечно же, обвинила во всем ведущую. Звезда «Lift Journal» уверена, что журналистка так боялась опоздать в аэропорт, что заставила водителя выехать навстречу. «Отдербанила корпоратив, нужно быстрее к мужу, пока она дома. Кровавая барыня спешила домой, в своем праве, а вы посторонитесь», — пишет Мира. Ведущий «Дома-2» Андрей Черкасов решил прокомментировать поведение Ксении Собчак после ДТП, в которое звезда попала по дороге в аэропорт Адлера. Черкасов категоричит в формулировках и утверждает, что Собчак продемонстрировала свое хладнокровие и равнодушие к людям. «Я знал, что Собчак цинично. Только такие люди могут брать интервью у маньяков. Но чтобы настолько, что дальше продолжить свой путь в аэропорт после аварии, где погибли люди, удивляется и возмущается Андрей Черкасов. Он считает, что Ксения Собчак говорит неправду, утверждая, что тоже пострадала в аварии. Андрею Черкасову кажется, что на видео с участием Собчак из аэропорта Теледива выглядит очень бодрой. «Моя правда проста и понятна. Пока умирающим помогали водители, проезжавших мимо автомобилей, Собчак спешила на свой рейс, даже не удосужившись подойти к разбитому авто, в котором находились тяжело раненые пассажиры и водитель. И всем, кто пишет эту шаблонную фразу, «Решили хайпануть и разорвать Собчак?» «Я говорю, где ваша человечность?» «Ваша поддержка, Собчак, — это оскорбление памяти погибших в этой аварии. Лучше бы молчали», — высказался Андрей Черкасов. Очевидец аварии директор Ксении Собчак также дал комментарий на эту тему. Вчера вечером директор-ведущий Кирилл Суханов вышел на связь с журналистами и поделился подробностями аварии. «Мы никуда не опаздывали, мы выехали в 20.50 с площадки. Соответственно, выехали из тоннелей, там поворот, была скользкая дорога. Водителя занесло, мы вылетели навстречку», — сообщил Суханов. По его словам, водитель Мерседеса не превышал скорость. «Нет, он не гнал, его никто не просил гнать, потому что мы даже с учетом того, что еще на какое-то время остановились, пока ждали другую машину, приехали в аэропорт сильно заранее. То есть никакой спешки у нас не было», — подчеркнул директор Собчак. «Также, как рассказал представитель Ксении Собчак, после ДТП он позаботится о том, чтобы приехала скорая. Оставить место ДТП звезда и его сотрудники решились только после того, как убедились, что помощь пострадавшим была оказана. Я вышел из машины, сначала проверил своих, подошел к Ксении. Потом я дошел до второй машины и увидел, что к ней уже пришли люди из соседних машин, уже им оказывают помощь. И, соответственно, еще не выходя из машины, сразу же дал команду вызвать скорую. Далее, когда мы уехали, скорая мне звонила, что она подъехала. А на чьей стороне вы? Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!